Здравствуйте дорогие друзья, дорогие подписчики. Я решил провести электрический ток, электричество в комнату. Это как бы складовая комната, получается склад. Сюда надо проводить электрический ток. Отсюда идёт у меня, вот оттуда идёт главный провод. Это просто так провёл пока. Вот главный провод. Здесь пока тока нету, потому что к тому проводу, где находится электрический ток, тот конец я ещё не подсоединил. Это всё я сейчас соединял, включатель и розетки всё установлю. После этого только буду туда подключать, соединять. Здесь что я сделал? Чтоб проводить электрический, чтоб подсоединить к розетке. Здесь у меня будет розетка двойная. Уже соединил я его. Сейчас объясню, как это сделал. И ещё здесь рядом будет у меня включатель. Вот отсюда идёт главный провод. Вот этот главный провод вот так идёт отсюда, вот к розетке. Это получается у нас вот оттуда прямиком, который идёт провод. Здесь я просто оголил. Вот здесь. Просто оголил. И вот так закрутил их. Дальше что я сделал? Отсюда провод. Провод один конец соединения. Ну, здесь оголел. Дальше этот идёт. Вот этот к розетке, как мы сказали. Дальше. Выход идёт сейчас. Вот этот провод идёт. Выход у нас к лампочке. А этот выход у нас получается идёт к включателю сюда. К розетке идёт прямиком. А к ним должен быть один провод оборванный. Один идёт вот от центрального сюда. Видите? От главного провода. Вот соединил сюда. К красному. Вот соединил. И вот этот от главного идёт уже к лампочке. Вон туда. Ну, там дальше я ещё не провёл. К лампочке. А этот остаётся свободный. Из двух проводов. Этот один провод остаётся свободный. Дальше что я сделал? Взял другой провод. Вот этот, который идёт к включателю. Вот. И этот провод оголел здесь. И соединил к другому. Вот. Который идёт к розетке. Прямо к главному проводу. Соединил. Один провод тоже к нему. Это уже от от включателя. И здесь остаётся один провод свободный от лампочки. К лампочке, которая идёт. И от включателя, который идёт. Вот этот к свободному проводу соединил. Получается вот так. Вот этот провод у нас. Вот этот провод от включателя. Идёт вот так, один, вот этот соединил я к главному, прямиком, который оттуда идёт, куда мы розетку соединили. И один соединил к лампочке, которая идёт. Сейчас у нас получается, вот этот провод идёт отсюда, вот розетка, это главный провод отсюда, который идёт. И этот провод, вот отсюда идёт, один провод идёт сюда, к лампочке, другой, второй провод идёт к включателю, вот этот. А от включателя тоже один конец идёт, один соединяется к главному проводу, а второй провод уже соединяется к этому же, который идёт к лампочке. Здесь, как мы сказали, должен быть обрыв в включателе, когда мы замыкаем включатель и включаем включатель, там образуется замыкание. Вот этот контакт, этот обрыв соединяется к включателю, вот этот обрыв, вот этот обрыв, включатель образуется и всё, контакт теряется. Дальше, сейчас я их обмотаю, их желательно, чтобы контакт был хороший, так обмотать и плоскогубцами ещё прижимать. Если здесь слабый контакт будет, то это здесь или со временем у вас образуется, ну здесь контакт потеряется, свет потеряется, или там нагревается будет, или там окисление образуется, вот, чтобы таких моментов не было, ни окисление, чтобы нагревание не было, чтобы потери контакта не было, чтобы свет не потерялся у вас здесь, который вы провели. Чтобы этого не было, надо сильно плоскогубцами прижимать их, сильно Контакт должен быть между ними сильный Дальше, вот здесь тоже самое идёт И вот здесь тоже я взял плоскогубцами, обмотал Этот, покрутил их сильно Но контакт здесь хороший у них сейчас Он нагреваться не будет И окисляться тоже не будет, если влага не будет попадать Чтоб влага туда не попала и чтоб замыканий не было Сейчас я возьму изолентой и хорошенько обмотаю Вот их обмотал изолентой Сильно надо обмотать, чтоб контакт был хороший И влага туда не попадала Вот три выхода Сейчас я пока их так оставлю Включатель тоже установлю сюда Вот сюда Потом патрон устанавливаю, лампочку там И включу После того как он заработает Я этот Потом что взял Возьму вот так одну в эту сторону Вторую в эту сторону вот так И может третью в эту сторону Как-то вот так сделаю Чтоб они с друг другом никакого связи не было Если друг нагреется, не нагреется Или сюда сделаю одну Как-то так И обмотаю изолентой Чтоб они не шевелились полностью Чтоб эти провода тоже не видно было Чтоб крепко они держались Тут одной рукой снимать И работать неудобно Я его вот так поставил Вот этот у нас включатель Сюда Его открывают так С краю Квёртненько Снимаем Вот этот у нас Включатель Дальше Здесь у нас имеются Вот здесь Заклепки Вот раз Два Здесь щеколды Здесь щеколды И здесь щеколды Вот я их убираю Вот здесь у нас имеется Два Полтика Вот раз полтик И второй Вот сюда соединяется Один провод сюда Под него идёт Второй под него Вот я подготовил Подготовил Вот так Сейчас Соединю Вот соединил Одну сюда поставил И вторую сюда Вот эти полтики Которые здесь есть Закрутил Пежал Через это отверстие Саморезы закручу И сюда Закреплю Сюда закрепим И его Через это отверстие Саморезы закручу Вот саморезы тоже закрутили Сейчас осталось поставить Сверху крышку Вот здесь Где Шнуры Проходят Вот здесь Такой небольшой вырез Надо сделать Сильный вырез Не надо делать Небольшой Чтобы она как раз Под это отверстие была Вот это вырез Что было Если чересчур Сильный вырез будет То он будет шататься Некрасиво будет смотреть Сейчас я его тоже Вот так Установлю сюда Закреплю Вот это тоже закрепил Наши колды Посадил его Сейчас сверху Поставим крышку Вот эти Выемки Должны сюда попадать Здесь вот так Особо разницы Никакой нету Так поставим Так поставим Сейчас вот так Поставим И Все Вот Включатель Тоже готов Вот отсюда От включателя Идет провод Сюда Вот этот у нас Получается Примикатель Ну который Обрыв Образуется Провод Все Сейчас осталось Патрон установить Там И все Включатель Розетка Тоже готова Вот две розетки Творники Все Это тоже хорошо движется Самое главное Что Здесь Когда вот Соединяет Правда Зажим должен быть крепким Сильным Если слабый контакт будет То тут тоже будет нагреваться Может расправиться И включатель И розетка Может расправиться Для этого Везде Где образуется Соединение Где проходит Электрический ток Контакт Должен быть Сильный Сильный контакт Вот Их тоже Наглухо Закрыл Все Обмотал Уже все Сейчас Патрон Будем соединять Вот здесь Вот так Соединили Винтиками Закрепили Вот здесь Подсоединили Уже Вот оттуда Провел я его Вот По балке Провел И вот Патрон Тоже стоит Патрон Подключил Патрон Лампочка 300 Ватт Хорошая Лампа Тоже